Парни уже готовы поставить бомбу, они уже практически на пленте. Электроник прошел за колонной, Груби будет пытаться остановить своего оппонента через шорт. Тем временем Туау уходит на большие пески Фурланыч, хороший хэдшот от него, пытается еще выцепить хоть кого-нибудь в Нави. Душат до конца просто фраги от Егора Васильева вместе с Иваном Сухарем. Так что антиэкономический раунд для Нави, они заходят к спену на плент. Здесь стак из пятерых войго, выходит Фурлан, отдается очень быстро. Единственная надежда это как раз Груби вместе с Галилом и первым армором. Да, кстати, надежда однако, доплкил уже делает, Снэч должен жить сейчас. Груби остается последний триплкил. Слушай, здорово. Как бы долго его убивали на дефолтнейшей совершенно позиции, которая вообще должна... Митовку за гроба стоит. Если получится это делать Груби... Оооо, и хорошо. А почему так открыто-то? Я имею в виду, слишком легко сейчас для Груби был этот выстрел. Нет, я не хочу, конечно, обесценивать его сейчас фраг, он все сделал замечательно, но я имею в виду Нави как-то немножко здесь халатно сыграли, еще и выстрел по Флейме. Они могли получить сейчас минус два, их просто простили. А куда лезут, вот, да, вопрос. Смотри, что делает Фурлан. Ооо, это размет, друзья. Эдвард, пожалуйста, там Снэч снимает Фурлан, будет спасаться. Ну а откуда он мог вообще знать о том, что там Фурлан? То есть это даже не ошибка, я бы сказал. Просто Нави отпустили фонтан в свободное плавание, да, то есть они решили впятером зайти на подходы к Бэппленту, не занимаясь никакой разведкой в стороне Киндерплаца. Хотя это как бы дефолт, но в общем и целом они решили это не делать. Фурлан занял идеальное место, где он смог сыграть даже в принципе, он мог бы играть даже не на размен, да, там просто так получилось, то что Снэч убили. Егор берет игру на себя, убивает Фурланыча. Вот это очень важный килл сейчас, низводит ситуацию до трех на три, что означает то, что плюс-минус парикет по силам сохранен, и у Нави есть возможность выйти вообще в сторону Аплента, или пользоваться своим люркером в виде Симпла в стороне Б. Но Пиичар вообще-то побежал на этот самый Аплент, правда два человека все еще под Б находятся у команды Гоуи Спорт, Пиичар закроет Банан Симпл, пока что обретается на болотах, может быть, постоит у дверки, опять же, может быть, попробует немножко подербанить Б Аплент, к примеру, Пиичар. Начинает здесь гулять, достаточно интересно, но дело в том, что оппоненты идут вообще-то по лангу, вот он слышит гранаты, готов ли принимать, ну-ка, потому что есть варианты раз, нет, не получается электроника, и перестреливает, в итоге будет ставить бомбу, конечно же, перетяжка от Гоу, остаточных, кстати, секунд там совсем мало оставалось, если что у команды, то с Винцер до постановки бомбы. Ну и битый флейми электроник, то есть чисто теоретически можно, но позиции, во-первых, стандартные, во-вторых, все-таки сложновато будет. Ну, с другой стороны, Гроби простреливает электроника, у него было очень мало ХП, Симпл, все-таки откидывает голову на Гроби, остается Тауа, но Тауа здесь крайне мало шансов, это и так понятно, реально могут получить пятый раунд. Но это было супер-близко, Гроби выходит на мидл, точнее на шарту, получает по счету. Не получается, да, Гроби, но Пейчар с Кевларом здесь остается, 3-дигла и по 250-й, нет, нет, не работает против Ламинатора, это пока что не работает, Зевс, не сразу заметил, вот интересно, странно, моргнул, не моргнул, но ножка была, тень была до ножки, но не вышла здесь у Данило, и все-таки вот эти вот три человека из команды Выжившие, да, из команды Огой Спортс на самом деле могут еще погрызаться. Опять такой момент, что выиграть раунд чисто статистически сейчас довольно тяжеловато уже будет, да, но все еще можно покушать немножко экономику своего оппонента, а о Нави не стоит забывать то, что диглы могут действительно сильно жалить. Снэйчи стоит за колонной, ожидает, когда же он сможет сделать здесь максимум из МАК-10, Нави на болоте, пока что очень медленное продвижение от коллектива из СНГ, опять же не хотят сейчас дарить лишние девайсы, не хотят давать какие-нибудь шансы своему оппоненту из Польши. Снэйчи, один на Б-планте, ему прямо сейчас нужно отстрелить двух хотя бы, ну надо, надо хоть что-то, хоть какой-то дэмэдж, но не тут-то было. Очень грамотно размасывали Нави своего оппонента, Фурланыч выходит сюда на холпу, стреляет, но попадает только по одному Фурлан, все-таки погибает, и это пятый раунд для Нави, но сейчас будет девайс на Игоу, напоминаю, в предыдущем очень даже неплохо. Кто не знает, что произойдет, и Егор подставляется, но в конце концов Фурлан все-таки смог его зацепить здесь. Очень-очень хороший сетап от Игоу на коннекторе, не дает вообще никакой свободы, Снэйчи выходит, и обычно в этих ситуациях снайперы погибают, но не тут-то было. Снэйчи щелкает своих оппонентов, как орешки. И утренняя белочка из Симпл у Фонтана попробует произвести здесь на нас впечатление, и самое главное вытащить раунд, потому что это будет крайне сложно. Он просто поворачивается спиной Фурлану, который в конце концов на шипте заезжает. Груби выбивает Электроника. Самое главное, что играть вместе с Туао здесь под шартой Флейми. Выходит, не получается у Граби, ничего здесь делать, зато Туао играет на размене, перетягивается на другую часть холпы. Электроник издалека, его просто не было видно за смоком. Ван Вейс, смок от Электроника, 2 килла. Снэйчи выходит сюда на размене, выстрел по Симплу. Симпл приседает на 12 хп. Фурлан 2 на 3. Должен выходить смок в пескоп, и все-таки у него ничего не в котором ответов у него быть не могло. Снэйчи выезжает на Фонтан. Нет, нет, Симпл здесь закрывает его. Так, ну, команде Нави все-таки надо продолжать бороться. Туао, нет, Эдвард тоже делает свой килл. В итоге занимает Шары на данный момент вместе с бомбой. Основное звено. Флейми чекает эндерпассы. Будет выходить, скорее всего, к своим ребятам на банане, просто на префайерах. Довольно громковато. То есть он шумит. Может быть, оставшиеся в живых ребят из команды ГВС понимают, где потенциально может быть основной заход. Но дело в том, что Натус Винцеры не обязательно будут так делать. То есть вот они встали. Опа! Симпл промахивается по своему оппоненту. И вот это вот, скажем так, может не очень хорошо сыграть попозже. Фурлан во форных позициях здесь, но Флейми его принимает, потому что фоллоуапера не было для Фурлана. Фурлан просто отъехал, отъезжает еще предпоследний игрок команды. ГОИСПОРТ остается в последней группе. И да, все-таки, естественно, Фрагстаттер здесь самый большой, самый сильный на сервере. Но дело в том, что... И не таких убивали на оверпасах. О, Фурланыч, минус на Зевса. И Нави способные сейчас будут играть вчетвером. При этом все, на самом деле, очень мало раскидок осталось. То есть у них изначальных было не так уж много, но сейчас у них только Молик, ХЕшка и Флэшка. Этого будет мало, но на стрельбу пока получается. Фурлан убивает Флейми, который вышел на размены, точнее вышел на охоту по информации. И Егор получил здесь свое. Электроник. Уезжает на большие пески против трех игроков на Б-планте. Ну, Люркера, вот они ребята, опять же, да, Натус Винцера оставляют. Но будет ли выход сейчас или подождут? О, Электроник еще немножко подгорает. Но подождут, подождут, так, конечно. То есть Эдварда идти совсем не хочется. Серфит один из игроков команды Натус Винцера. Опять же, благо не в Австралии, да? И... Серф на ее underwear. Симпл. Оу, этот выстрел в никуда! И все-таки Гроби вместе с Пичаром заберут этот раунд себе. Эдвард попробует максимум здесь выжить. На гранате. Непрошот, он залетает, сладкая хаешечка. Флейми тем временем выезжает со Зехой. Пичару не получается спрей. То же самое касается Гроби. Быстрый раунд от Наби превращается в катастрофу для Эгоу Иг Спортс. Ну и вопрос, будут ли пытаться ретехать. Причем со всех сторон это можно сделать. Но здесь уже Эдвард ждет те самые поджимы. Фурлан идет, по сути, в ловушку Иоанна. Электроник убивает в то же самое время Туауа. И бомба уже поставлена. Поэтому так мало времени в Эгоу Иг Спортс. О, и Фурлан все-таки отвечает на Эдварда. Но теряет половину хп. И теперь, скорее всего, сейв. Да, тут в любом случае надо сейвить. То есть... Ту же самую позицию может, вообще-то, получить полису за это. Туауа пытается перестреливать Флейми. Это его второй фраг, к слову. Фурлан все-таки заканчивает Эдварда. Странно, да? То есть все-таки снайпер смог здесь работать на той же самой позиции. Хотя и знали, ребята. Зевс отвечает на 2. Ну, видишь, знать это одно, справляться это другое. И ситуация снова в меньшинстве для Нави. Несмотря на то, что у Игоу, напоминаю, было только 3 девайса. В самом начале раунда. И два из них уже работают. Снэч и находят свой килл против Зевса и Натус Уинсера. И их просто перестреливать. Фламину выстрел от Снэча. По летящему Флейми из коннектора. Тем временем, по-моему, Симпл должен зажимать. Да, Саша. Саша хочет зажать. Двухсторонно, да временно. Но и Снэча говорит, давай еще кого-нибудь в уборище от меня. Но все-таки Севс. Находит свой здесь фраг. Молики от Тао. Но Нави. Нави вроде набрали темп. Сейчас внедряются. Сторона Абонта Тао сам пошел на контр-атаку. Электроник отлетает. Зевс. Находит фраг по Фурлану со снайперской винтовки. Даниил. Один. Ему нужно прямо сейчас идти и бить лица. Зевс. Тао прям как громовержит. Вообще как. Я даже не знаю кто. Нет, нет, нет. 7-8. Мы на второй половине. Оверопасса. Симпл. Начинает свой раунд с Фонтана. Убегает обратно поглубь на Аплэнт. Но его догоняет Граби и не дает ему прост-напросто здесь уйти. И Гоу из Спортс начинает с позитива до себя. Поляки, неужели они за то, что еще и на пистолетном раунде это даст им очень-очень большой буст. Не только по морали, но и по раундам. Да, и возможно на Аплэнт будут топить. Так, Зевс. Очень важная позиция для него, потому что может кого-нибудь здесь поймать. Если успеет по таймингам, надо на катушке успевать. Конечно же, но Зевс не может торопиться. Забег на Аплэнт. Это Гоу из Спортс. Это забегает здесь пока что никого нет. Зевс начинает торопиться, потому что понимает, что он по таймингам очень сильно успеет. Трэд Троник делает одну голову. Пытается настрелять по второй, но не получается. И все еще Зевс очень важен. Все-таки... Да-да-да-да-да-да. Вот эта позиция Данила, но Снэч моментально отвечает. И не получается сделать больше. Флэнт делает раз килл. Делает, нет, не делает два килла. Электроник отвечает на Флэнт моментально. И остается лишь последний Снэч. А как Гоу из Спортс весело забегали на этот самый Бэплэнт. Поэтому Снэч попытается как-то один в два решить эту ситуацию. Но так ему будет сложно сделать это. Надо добить. Добили. Отлично. Электроник три килла от него. Нельзя будет без гранат забегать. Ребята просто окопались, да? То есть вот они под Бэплэнтом. Она выиграет на прямки. В упоре Зевс умирает на шарте. Флэйми попытается сыграть еще на размене. Есть у Форланды два килла важнейших в этом раунде. Игоу продолжает пушить Бэплэнт. Здесь остается только один Электроник. Симпл успел убить Грубель, люкававшего Аплэнт. Оу, что делает Электроник? Это слишком сильно. Он контролит Бобу. И то получает по щам от него четыре килла от Электроника. Но на сколько киллов рассчитывают ребята из команды Игоу? Да на два вообще край? Да, я думаю, да. Какие-то два, я думаю, ноль. Здесь уже выглядит именно так. Игоу все-таки потеряет этот раунд. Предыдущих просто разбил. Я имею в виду, когда у вас один человек на Бэплэнте, оставшийся в живых, на лоу ХП. То есть вы убили при помощи Фурланды на шарте и Зевса. И, по-моему, Флэйми. Или, может быть, Эдварда, неважно. Но здесь и сейчас им нужно, чтобы пейчар включает, чтобы Туал включился. А он не включается, он умирает вместе с пейчаром. И снова эта тройка от Игоу и Спортс. Самых сильных людей на сервере. В самом случае, среди поляков. Снэчи. Слушай, но пока потекли немножко. Что-то как-то выбежали, просто умерли. Потому что и через маке стали нави играть, да. Уже чувствуют себя более раскованно. И команда Игоу и Спортс не то, что даже больше зажимается. Дальше, ну, дальше больше, по-моему, уже некуда. Но как-то и не готовы, да, к каким-то новым позициям. К старым побыть готовыми. А здесь уже новые какие-то, да, сквозь смоки, там, в Ориол. И так далее, и так далее, и так далее. И действительно, втроем, да. Вот они остались. И вот на андерпассах ребята с бомбой. Хотя бы синергичная пара одна есть. Энтрифрагер, фэллоуапер в боевой ситуации. Ну, и один погулятельный товарищ тоже здесь на банане сидит, стоит, ждет своих же, возможно. Опять же, да, и ребята поднимаются на тот самый банан. Но при этом Флэмми, вообще-то, начинает работать на том самом банане, опять же. И вот он заходит, и его вообще никто не чекает. Его на этот тайминг здесь никто не ожидает. Флэмми, правда, отъедет, но сделал свой килл. На один и два в четыре. При этом, опять же, на планете есть человек и полуподжимные позиции от Симпла. Который, видимо, будет обратно по лангу возвращаться, потому что он просто не успеет. А будут ли Сашу сейчас в зоне, и будут ли его вообще читать? По-моему, Снэйчи не смотрят, да, Снэйчи не смотрят вообще. Забил просто лог. Ну, что это за чек, друзья? Ну, это так не делается совершенно. Флэмми, сейчас остался один. И ему тоже Саша пропишет свои таблетки. 13-7. Пока что Аплэн держится, держится хорошо. Эдвард, кстати говоря, все еще на карте. Может быть, почитай, как оппозиция. Симпл килл и раз. Ну, какая оппозиция приятная, Саша Симпл. Второй килл для Симпла. Эдвард делает еще один. Электроник подходит. Но остается PHR последний, у которого и так не получалось. Он, конечно, по-моему, так ничего не делал. Типа, воюгол пытались здесь. То есть, может, конечно, что-то и получится. Но Фурлан. Вот он играет на чек. Ой-ой-ой, не получается по спрею. Ничего не получилось по спрею совсем. Это при том, что у Фурлана был и лучший девайс, и лучшая позиция. То есть, Флэйми играл на ЛГ. И должен был, соответственно, с этим здесь... Ну, ему должно было быть сложнее стрелять. Тао подпушивает Зевса. Зевс. Вот это, конечно, больно. Тао сейчас залетел очень хорошо. С маг седьмого. И дальше еще. Зевс. Еще один выстрел. Найс фарм. 900 баксов в копилку для Зевса. Сейчас еще. Смотри. Нет, нет, все-таки. Ничего страшного. Здесь все равно лохопешный Тао. Пейчар остался. И паунс. Пол. Молики полетели. Электроник в упоре. Принимает граби. Для него это вообще не проблема. И главный фраг статера Гоу. И Спортс в этом раунде уже будет деактивирован. Фурлан. Пытается обезвредить Зевса. У него это получается. Электроник продолжает быть той самой стеной на шарте. Он еще и проходит сквозь ее. И имеет возможность эмансовать на шикарнейшей позиции в спине у оппонента. Бомба все-таки будет подобрана Гоу. Они забрали шарта. По-моему, Электроник просто не понял, где находится. Симпл щелкает шикарнейшим образом. Ой, Дима, это все. И опять эту бомбу собирать надо. Опять инвестиция ХП в этот сбор. Инвестиция живых тел, которые превращаются в мертвые тела Фурлан. Вот Фурлан, кстати, может растащить. То есть PHR, например, нет. Отноферкает.